МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Александра Роднина. В Одессе на улице Левитана из окна дома выпал мужчина и разбился насмерть. По предварительным данным, погибшему около 40 лет. По словам очевидцев, для того, чтобы увезти погибшего с места происшествия, пришлось вызывать пожарных с лестницей, так как мужчина упал не на землю, а на крышу, расположенного под домом банка. По информации правоохранительных органов, мужчина был пьян и находился дома один. По неизвестным причинам он полез из окна на наружную стену дома, не удержался и упал. В милиции квалифицируют происшествие как несчастный случай. Однако соседи считают, что мужчина просто решил покончить жизнь самоубийством. Еще один труп неизвестного мужчины обнаружили одесситы перед парадным входом одного из домов на улице Академика Королева. По словам очевидцев, на мертвом была надета маска, из-за чего люди предположили, что погибший был квартирным вором и пытался по балконам или наружной стене дома забраться в квартиру, но сорвался и упал. Однако в милиции сообщили, что мужчина покончил с собой, у него в руке нашли записку, в которой он указывает причину своего поступка – тяжелую болезнь. Зачем ему понадобилось надевать маску – неизвестно. В Ильичевске госпитализированный 7-летний мальчик с ожогами 18% поверхности тела. Ребенок вместе с дедушкой разжигал костер с помощью горючей жидкости на морском побережье. Из-за неосторожности мужчины жидкость во время растопки попала на малыша. Состояние здоровья пострадавшего – средней тяжести. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику неизвестному матросу, посвященная 72-й годовщине со дня начала героической обороны Одессы, состоялась в парке Шевченко. На Аллее Славы собрались одесситы четырех поколений. У обелиска побывала и наша съемочная группа. В неравной схватке с немецко-фашистскими захватчиками одесситы отстаивали свой город в течение 73 дней. И хотя ставка дала приказ оставить город, Одесса получила свою звезду-героя, показав пример мужества и силы духа в ожесточенной борьбе. Свидетели этих страшных дней помнят, какой ценой давался подвиг. На защиту родного города вышли все – и взрослые, и дети. Война застала нас врасплох, скажу. Мы никогда не думали, что она грянет. Но в первые дни войны город преобразился. Население почувствовало, что идет большая беда. Копали траншеи, окопы, блиндажи. Город выставили по основным направлениям ежи, эти сваренные из рельсов. На институт педагогический вешали табличку «взорвать». А мы с братом, мы как дети играли в войнушки и подбегали, срывали это. Три раза срывали, поэтому институт педагогический остался жив, здоров до сих пор. Сравнительно небольшим силам обороняющихся удавалось многократно отражать удары, значительно превосходящих сил 4-й румынской армии. Память о героическом подвиге наших предков жива в сердцах одесситов по сей день. Я здесь, потому что хочу отдать дань памяти своему прадедушке и прабабушке, а также всем героям, которые героически защищали наш город. Длительная оборона Одессы во многом поломала планы противника захватить город сходу. Враг потерял под Одессой 160 тысяч солдат и офицеров. Одесса стала первым в СССР городом, к которому было присвоено звание города-героя. С 5 августа 1941 года долгих 73 дня красноармейцы, краснофлотцы и тысячи гражданских добровольцев отстаивали Одессу от агрессоров. Против войск румынской армии, осадивших город суши, против многочисленных немецких захватчиков, доблестно сражались солдаты Одесской военно-морской базы, Черноморского флота, отдельной Приморской армии. Почтить память бойцов-героев, потомки и свидетелей тех лет до сих пор приходят на Аллею Славы. Склонила голову предобилискам Вечного огня и наша съемочная группа. Я прочувствовал своим сердцем, вот не могу отойти отсюда, значит, я понимаю, какая это цена. Это колоссальное, конечно, усилие, очень много людей погибло. С 5 августа по 16 октября 1941 года продолжалась героическая оборона Одессы. Эти дни до сих пор комом стоят в горле у многих соотечественников. Глотая слезы и вновь пропуская сквозь себя боль и трат, одесситы вспоминают события военных лет, вспоминают прошлое своих отцов. Он был еще молодой, 18 лет, он закончил тогда военно-морское училище и патрулировал Каспийское море. Вот. А дед и бабушка, мы жили в России, в городе Горьком, работали в тылу круглосуточно. В цехах бабушка в госпитале, хирург военно-полевом. Мой папа, его брат, но правда они, потом дальше ушли и прошли через всю Европу, дошли до Берлина. В пехоте, а папа понтонные мосты возводил. Конечно, прошли всю войну без ранений. Бабушка очень счастливая, считаю, конечно же, человек. Отправила двух сыновей на фронт, они вернулись живые, здоровые, только контуженные. А некоторые ветераны Великой Отечественной продолжают проводить уроки мужества и по сей день. Дают советы юным морякам и повествуют о былых баталиях. Я был призван в советскую армию, в краст-армию, как это называется, краст-армейцем. Послужил, побывал в окопах, потерял почку правую. Необходимо было поднимать флот. Нас перебросили во флот, я служил в срочной службе на подводных лодках. Такая лодка знаменитая гвардейская Л-3 на Балтике. Я, как говорится, от звонка до звонка пять лет на ней матросом служил. Но теперешние жители Южной Пальмиры заявляют, что 10 раз подумали бы, прежде чем идти на фронт, если бы возникла такая необходимость. Матери уже побоялись бы отпускать своих сыновей. У меня два сына. Младшему 30, а старшему 36. Вы бы согласились отправить их на фронт сейчас? Воевать за нашу страну нет. Безусловно, нет. Мне кажется, у людей тогда даже дух был сильнее. Даже не в том плане, что сила по мощности, а именно люди, как бы, ну, больше энтузиазма у них было, наверное, чем сейчас. Потому что нынешняя молодежь, она, наверное, немножко, как бы, ну, совсем другие понятия. Но и среди молодежи, к счастью, встречаются юноши в кителях. Они, говорят, без сомнений, сразу согласились бы уйти добровольцами на случай обороны города. Каждый должен проявлять какой-то патриотизм, ну, к своему городу. Ну, не знаю, я бы лично бы смог. Много сил, ну, как бы, были подавлены немцами. Из-за этого, как бы, было очень тяжело бороться. 5 августа, день начала обороны Одессы. Мы здесь живем, должны защищать. Прервав обороны Одессы, ставка Верховного Главнокомандования приказала оставить Одессу и перебросить Приморскую армию в Крым. Однако обороны Одессы считают успешной операцией, а о бесстрашии наших фронтовиков поистине можно слагать легенды. В рамках празднования 72-й годовщины обороны Одессы для школьников, несущих почетную вахту памяти на посту номер один, состоялся традиционный урок мужества. Ветераны Великой Отечественной войны показали ребятам документальный фильм, посвященный освобождению Одессы и героям, отважно защищавшим родной город. В рамках патриотического урока школьники Приморского района приняли участие в мастер-классе по сборке и разборке макетов оружия времен Великой Отечественной войны. 5 августа, в День обороны Одессы, учащиеся школой номер 77 передали несение почетной вахты памяти на посту номер один учащимся 26-й школы Приморского района. Для одесских школьников, рассказывает директор поста Олег Денисов, несение вахты памяти – миссия почетная. Таким образом дети изучают военную историю и осознают такие важные понятия, как патриотизм и любовь к родине. Ребята несут вахту постоянно и при этом показывают те настоящие уроки мужества, которые были даны нашими дедами и прадедами во время Великой Отечественной войны. Для них это почетная миссия, потому что ребята понимают, что благодаря этим людям произошло то, что сейчас светлое небо и мы можем ходить по этой земле, а мы должны отдать дань уважения этим людям и чтить их память. Провести урок мужества, посвященный 72-й годовщине героической обороны Одессы, к школьникам пришли участники Великой Отечественной войны – люди, в юном возрасте пережившие тяжелое лихолетие. Ветераны продемонстрировали и прокомментировали ребятам документальный фильм, рассказывающий о боях за Одессу и о героях обороны, отважно защищавших свой город. Люди работали, воевали за освобождение города и также Советского Союза, но в то же время с 1 по 16 октября 1941 года наши войска были перенаправлены на Крымский полуостров, Севастополь, так как там была главная черноморская база. Но все равно у нас работали и партизаны, и подпольщики, которые также нанесли очень большой урон фашистским войскам. Молодые люди своим гостям-ветеранам всегда рады. Рассказы очевидцев тех дней они слушают с большой благодарностью и уважением. Это же люди, которые принесли победу, которые дали нам свободу, которые подарили нам жизнь, что мы сейчас стоим на земле, которые воевали, наши деды, прадеды, прапрадеды, и мы гордимся ими, их поступками. После урока мужества для школьников состоялся мастер-класс по квалифицированному обращению с макетами оружия времен Великой Отечественной войны. Собирать и разбирать автомат оказалось делом нелегким, хотя упорству и сноровки школьниц, ловко перебирающих детали оружия, можно позавидовать. Завершился урок патриотического воспитания молодежи чаепитием в кругу ветеранов и чередой интересных, удивительных и подчас невероятных военных историй из уст очевидцев той эпохи. Ветераны Малиновского района Одессы также приняли участие в праздновании 72-й годовщины обороны Одессы от фашистских захватчиков. В столовой «Ветеран-3» состоялся праздничный обед и выступление хора ветеранов «Золотая осень». В организации встречи ветеранов принял участие боготворительный фонд Геннадия Чикиты «Милосердие». 72-ю годовщину обороны Одессы от немецко-румынских захватчиков ветераны Малиновского района отмечали все вместе. По традиции в этот день защитники Родины собрались за праздничным столом столовой «Ветеран-3». Сюда седовласые очевидцы тех событий пришли, чтобы обменяться поздравлениями, встретиться со старыми добрыми друзьями, поделиться воспоминаниями о прожитых военных годах. Геннадий Порфирьевич Работнев рассказывает, всю войну он, будучи совсем юным, работал в Казахстане. Перед ним и товарищами стояла ответственная задача – кормить фронт на протяжении всей войны. Весной 1941 года, когда посеяли все, все посадили, и все ушли на фронт. А кто будет убирать? И остались мы вот это все убрать. А уже по фронтовым, по законам военного времени уже это не бросишь все. И как мы вкалывали, как говорится, да, это самое, ни праздников не было, ни каникул у нас, мы же школьники были. И вот это мы, и женщины, и старики, старухи, вот мы и убирали. Вот это был мой первый фронт. Праздничный обед и концерт для ветеранов Малиновского района организовал благотворительный фонд депутата Гроссовета Геннадий Чекит и Милосердия. Вице-президент фонда Евгений Рогов назвал приоритетными направлениями в работе фонда помощь ветеранам Великой Отечественной, организация их досуга и честование защитников Отечества в праздничные дни. Сегодня люди пришли пообщаться, отдохнуть и в то же время вспомнить, что ровно 72 года назад началась героическая оборона Одессы, которая длилась 73 дня. Мне хочется низко поклониться тем людям, которые отдали жизнь за наше будущее, за наше благополучие. В рамках праздника перед ветеранами выступил хор «Золотая осень». В этот день для гостей звучали песни военных и послевоенных лет. Со слезами на глазах и счастливыми улыбками на лицах очевидцы той войны подхватывали мелодии программы. Теодисит, Мишка, Эхо любви и другие столь знакомые этим людям песни прозвучали в этот день, снова объединив ветеранов общими воспоминаниями. Песни мы поем же тех лет. Они с таким вниманием, с такой теплотой, им нравятся эти песни. Именно говорят, ой, какие вы песни поете, они же давно вроде сейчас, ну больше же молодежь поет совсем другие. Мы, говорят, сидим просто, говорят, аж добавляйте нам здоровья. И, говорят, нам так хорошо, приятно, такие Ахо красивые, хорошие песни. Я говорю, мы стараемся для вас. Мы помним все их, эти песни, они же такие действительно, они действительно красивые. Я им желаю только то, чтобы они дольше прожили, а раз дольше прожили, значит здоровечко. Одесская область входит в пятерку лидеров в Украине по улучшению жилищных условий в сельской местности. За последние три года свои материально-жилищные условия улучшили более двух тысяч сельских семей. Такие показатели прозвучали на аппаратном совещании в облгосадминистрации. Помимо государственных инициатив, таких как программа «Властный ДИМ», в каждом регионе Одесской области есть своя местная программа, которая предусматривает льготное кредитование на приобретение жилья и финансируется районным бюджетом. По нашей программе, как я сказал, мы уже профинансировали, прокредитовали на 44 миллиона наших сельских жителей. Построили и купили для сельских жителей 520 домов, ни много ни мало на 48 тысяч квадратных метров. На аппаратном совещании отметили, что в жилье помимо аграриев нуждаются медицинские работники, учителя, работники культуры и молодые семьи. Всего в регионе личным жильем обзавелись более полутысячи молодых семей. На встрече также шла речь о программе «Диалог со страной», который проходил в феврале этого года. Тогда в адрес облгосадминистрации от граждан поступило почти 340 обращений. Более половины вопросов касались социальной защиты населения, остальные посвящены жилищной политике. Общественный совет при Одесской областной государственной администрации – это своеобразный мост между обществом и властью, о том, чем живет и как работает совет, кто входит в состав совета. Чего удалось достичь, рассказывает гость программы «Тема дня» – председатель общественного совета при Одесской облгосадминистрации Томила Афанасьева. Величество общественных организаций расширяется. В прошлом совета было 127 общественных организаций, сейчас – 175. Мы, конечно, очень благодарны всем людям, которые захотели участвовать в работе совета, которые принимают участие, подали свои документы. На данный момент мы пользуемся полностью постановлением Кабинета министров. У нас рекомендательный характер для работы исполнительных и административных направлений. Такие общественные советы созданы по всей Украине, при всех областных администрациях, при министерствах. И, конечно, благодаря плотному взаимодействию с облгосадминистрацией и работе общественных советов и общественности в районах, значит, полностью в каждой районе есть общественный совет и есть при многих уже районных центрах. То есть это достаточно большая и правильная работа, которая даст хороший результат. Смертельная авария произошла в минувшие выходные на Ленинградском шоссе. Там глубокой ночью столкнулись мотоцикл Хонда и автомобиль Ниссан. Водитель машины при развороте через двойную сплошную не заметил едущий по главной дороге на большой скорости мотоцикл Хонда и не предоставил ему преимущества в движении. Мотоциклист, водитель и пассажир Ниссана погибли на месте. А в Одессе, в районе Молодой Гвардии, минувшей ночью водитель мотоцикла, не справившись с управлением, врезался в остановившийся впереди автомобиль Дэу. По словам свидетелей, мотоциклист с такой силой врезался в машину, что пробил головой ее заднее стекло. Парня спас шлем, но после столкновения он еще около 20 метров скользил по асфальту. С многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой пострадавшего увезла скорая. Ту же ночь на французском бульваре автомобиль Киа врезался в здание Одесской киностудии, по касательной зацепив дерево. По информации ГАИ, водитель превысил скорость и не справился с управлением. По проспекту Гагарина со стороны проспекта Шевченко в направлении французского бульвара двигался автомобиль Киа под управлением водителем, который не справившись с управлением на перекрестке Гагарина-Французский бульвар выехал на тротуар и совершил наезд на дерево. С дальнейшим наездом на здание номер 33 по французскому бульвару. В результате ДТП пострадал водитель. Кроме того, серьезные ранения получил пассажир. Мужчина госпитализирован с переломом таза и ноги. По словам очевидцев, водитель и пассажир находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. ДТП с участием двух иномарок произошло 5 августа днем на перекрестке улиц Николая Гефта и Атамана Головатого. Автомобиль «Шкода» выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. В этот же момент, также не дождавшись зеленого сигнала светофора на перекресток, на скорости, выехал автомобиль «Тойота». В результате столкновения «Шкода» отбросила под стоящую на перекрестке фуру, а «Тойота» вылетела на тротуар в нескольких метрах от остановки общественного транспорта и врезалась в дом. Жертв среди пешеходов удалось избежать только благодаря счастливой случайности. Водители и пассажиров, столкнувшихся иномарок, спасли подушки безопасности. Сотрудники милиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в ограблении. Злоумышленник средь бела дня набросился на женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку. Как рассказала сама потерпевшая, в обеденное время она шла по улице Сахарова, сзади на нее набросился неизвестный и стал срывать с шеи золотую цепочку с крестиком. Одесситка попыталась удержать дорогое украшение и ухватилась за него руками. Тогда нападавший разорвал на пострадавшей кофточку. Воспользовавшись тем, что в замешательстве женщина выпустила цепочку из рук, молодой человек сорвал золото с ее шеи и бросился прочь. Потерпевшая не растерялась и сразу же позвонила в милицию. Шла домой с покупками и на меня напал грабитель сбоку. Я очень пострадала от этого, потому что он сорвал с меня цепочку с крестиком. Мало того, это было под домом, рядом с моим домом. И я очень поражена людьми, которые просто не обращают внимания на крики. Я прошу, во-первых, в первую очередь, хочу попросить людей, которые видят такие вещи, чтобы они обращали внимания и вызывали хотя бы 0,2. Женщина подробно описала милиционерам приметы преступника и уже спустя полчаса подозреваемый был задержан и доставлен в райотдел. Как оказалось, мужчина собирался сесть в маршрутное такси и уехать подальше от места происшествия. Однако милиционеры задержали беглеца на остановке. Похищенные им золотые изделия были возвращены владелице. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей. Открыто уголовное производство по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. В Измаиле задержан 26-летний подозреваемый в убийстве. Преступление было совершено в воскресенье. По сообщению пресс-службы МВД, жертвой стал 47-летний измаильчанин. Мужчины поссорились во время совместного употребления спиртных напитков. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. А в Террасполе задержан 39-летний одессит, заключенный из правительной колонии в Харьковской области, который сбежал 3 июня. За угон 8 автомобилей мужчина был приговорен к 12 годам лишения свободы. Одесситу осталось отсидеть 3 года и 3 месяца. Кроме того, как подчеркивают в государственной пенитенциарной службе, он имел высокие шансы выйти раньше срока. Заключенный работал под надзором на заводе, оттуда и сбежал. Ехать в родную Одессу осужденный не рискнул. Добрался до Киева, откуда друзья довезли его на автомобиле до Террасполя. Заключенный говорит, что хотел проведать тяжело больную мать. Теперь ему грозит увеличение тюремного срока. Еще один остроумный махинатор задержан в Одессе. 31-летний киевлянин представлялся начальником налоговой инспекции. Лженалоговик бесплатно питался в одесских ресторанах. Если возникали конфликты, мошенник угрожал проверками и давлением со стороны госорганов. О проделках налоговика стало известно правоохранительным органам. В отношении мужчины открыто уголовное производство. В Одесской области пресекли попытку незаконного сбыта высокоядовитого вещества ртути металлической. Как установили сотрудники СБУ, двое жителей ПГТ Коминтерного планировали реализовать порядка 9,5 килограммов ртути, упакованной в три резиновые емкости. Злоумышленники были задержаны в момент продажи. Они находятся под домашним арестом. Проводится досудебное расследование. Неподалеку от Одессы, на Черноморском побережье, между портом Южный и городом Южный, урез воды отравлен нефтью, сообщают очевидцы. Характерные черные пятна особенно хорошо видны при отливе. В данном месте очень много мертвых медуз. Добавлю, что никаких официальных сообщений о выбросе нефти на рейде Южненского порта не поступало. Проезд в город Южный подорожал с 13 до 15 гривен. Север Трампс повысил тариф в маршрутках сообщениям Одесса-Южный. О подорожании проезда сообщают южненские СМИ. Живое слово или ожившие голоса литераторов 20 века. Записи поэтов Серебряного века на фоновалике. Феноменальные аудиозаписи из архивов Государственного литературного музея. В рамках Корничуковского фестиваля, проходящего в Одессе, под патронатом председателя облгосадминистрации Эдуарда Матвичука, горожане и гости Южной Пальмиры услышали голоса Маяковского и Ходосевича, Николая Гумилева и многих других. Что такое был Чехов для нашего поколения, для подростков 90-х годов. Чеховские книги казались единственной правдой обо всем, что творилось вокруг. Перед нами оживает фигура Корнея Чековского. Звучающая литература – это символ эпохи. Павел Крючков, научный сотрудник Государственного литературного музея Дома-музея Корнея Чековского в Переделкино, приготовил всем ценителям литературы необыкновенный сюрприз. Раритетные записи голосов Есенина, Давида Бурлюка, Владислава Ходосевича, Анны Ахматовой. Именно в авторском чтении литератора, поэта или прозаика содержатся важнейшие черты его личности. Здесь, в музее в Одесском, я буду воспроизводить голоса поэтов и прозаиков 20 века. В том числе будут записи Серебряного века, сделанные на фоне валики и не опубликованные из архивов Государственного литературного музея. По словам заметителя главного редактора журнала «Новый мир», литературная звукозапись – повод поговорить об эпохе, вступить в диалог с человеком, которого уже давно нет. Но эхо творчества Коева до сих пор слышно. Голос действительно сохраняет все. Каждая запись имеет индивидуальный почерк свой, внутренний. Есть такое выражение замечательное, я его сейчас хочу произнести – звуковой автограф. То есть мы будем слушать звуковые автографы. Научный сотрудник Государственного литературного музея трепетно воспроизводит голоса поэтов и прозаика в памяти об архиваторах прошлого – Льве Шилове и Сергею Бернштейне, настоящих коллекционерах интонации истории. Поэта читали и декламировали в одной манере – привычной для эпохи, отмечает исследователь. Но был совершенно индивидуальный метод произнесения. Например, Есенин в домашнем узком кругу и на публике читал по-разному. А вот голос Ахматовой всегда молод. Самое интересное в чтении молодой Ахматовой то, на мой взгляд, что когда ее записывали в 60-е годы, когда она была уже довольно пожилым человеком, да, и разменяла восьмой десяток лет, оказалось, что интонация ее не изменилась. Что 30-летняя женщина читает ровно в той же интонации, в той же продолжительности временной, как и 75-летняя. Актерское чтение – это интерпретация. Голосовое воспроизведение информации – вообще понятие относительное. Здесь судить никто не берется. Иногда это мешает восприятию стихотворения, когда слушаешь голоса поэтов. Есть поэты, которые плохо читают свои стихи, но с другой стороны, услышать голос и, может быть, ту интонацию, которую мы не знаем, когда читаем, увидеть, как бы слышать эту интонацию – это очень важно. Поэтому это сложная вещь – слышать голос поэта. Авторское чтение навсегда фиксируется в твоем сознании, и ты всегда можешь разделять в себе возможность предполагать, как прочел поэта, те стихотворения, которые мы сегодня не услышим, либо оставлять за собой право трактовать его, как читателя в вольной манере, читать в любом варианте. Как говорил Мандельштам, голосом человек пишет, голосом. И голоса эти разного тембра, разного диапазона, но они пронзительно доносятся до слуха сквозь века. Я был остывшим за мной, без мысли, облика и речи, но вышел я на путь земной, и шрев мать из печи. Со спортивных площадок в центр города на морском вокзале состоялся отборочный турнир украинской стритбольной лиги 3 на 3 стритгейм. Участвовать в одесских соревнованиях изъявили желание больше сотни команд. По социализации в наш город приехали представители 105 мужских, женских и подростковых команд по стритболу. Это рекорд, с гордостью заявляют организаторы турнира. География участников практически вся Украина. Вы приходите на турниры, это ваша позиция. Вы показываете, что спорт нужен, и вот результат. Строятся новые площадки, где вы будете играть. Проведение подобных турниров – это важный шаг в реализации государственной программы развития баскетбола в Украине. И особенно актуальными такие мероприятия становятся именно сейчас, когда страна готовится к Евробаскету в 2015. Уверены депутаты фракции партии регионов в Одесском горсовете. Фракция партии регионов в Одесском городском совете сегодня лоббировала вопрос и выделено более миллиона гривен на реконструкцию спортивных залов в трех спортивных школах в городе и также строительство спортивной арены в Малиновском районе. И шаг за шагом, конечно, к 2015 году, я надеюсь, в каждом городе будет как минимум одна достойная европейского уровня баскетбольная площадка. Участвовать в отборочном турнире мог любой желающий. Ребята считают площадку морвокзала идеальной для таких соревнований. Прекрасное море, солнце, людей много, колец тоже много. Музыка, все вообще прекрасно, мне очень нравится, я удивлена. На порядок все выше и по организации, и по площадке. В прошлом году тоже было хорошо, одеться, кажется, было два раза, но в этом году просто классно сделали трибуну, площадку центральную. Молодцы, организаторы, им спасибо, конечно. Организаторы постарались на славу. Новое оборудование, кольца, специальное покрытие и удобная зона для зрителей. Надеются, что проведение турнира здесь станет доброй традицией. Я думаю, что такие турниры обязательно должны проходить именно вот здесь. Им самое место, здесь ровная плитка, очень чисто, все достаточно гармонично и компактно. То есть максимальный комфорт для участников. Наиболее метких игроков ожидают кубки, медали, уникальная спортивная форма и даже денежное вознаграждение. Специальные подарки для лучших стритгеймеров подготовили и представители фракции партии регионов в Одесском горсовете. Фракция партии регионов на протяжении многих лет уже всячески содействует и лоббирует баскетбол в Одессе. Проводятся всевозможные турниры. И сегодня мы подготовили специальный приз для победителей. Это подарочные книги БИФа, которые недавно вместе с баскетбольным клубом Одесса, вместе с Владимиром Табачником, вместе с компанией Пласки мы издали. И сегодня они будут вручены лучшим игрокам. Победители Одесского турнира отправятся на финальные соревнования в столицу. Они состоятся 24 августа на Крещатике. В Украине возросло количество заболевших менингитом. Много инфицированных во Львовской области. В Житомирской количество заразившихся меньше. Но сам врачи выявили там первый случай заражения не до конца изученной инфекцией под названием вирус лихорадки западного Нила. От него у нас в стране нет вакцин. Источником заражения могли стать комары. Что касается нашего региона, то, по словам врачей, в августе традиционно наблюдается повышенный уровень регистрации серозных менингитов у маленьких детей. Основная причина – заглатывание морской воды во время купания. Основная масса заболевших энтеровирусной инфекцией связывает свое с купанием в море. Причем, надо сказать, это детки и маленькие детки. Это прибрежная зона у берега, прибрежная зона у берега моря, где накопление микрофлоры очень большое. И вот в данном случае это употребление идет загрязненных овощей, фруктов, контактный путь и водный тот, который связан при заглатывании воды детьми, когда они купаются в море. Специалисты УБЛСЕС ежедневно проводят мониторинг морской воды. Что же касается ответа на вопрос, как не заразиться опасной инфекцией, то он достаточно прост. Нужно соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть и обдавать кипятком овощи и фрукты, пить только кипяченую воду. Эти нехитрые правила уберегут и детей, и взрослых от опасных энтеровирусных инфекций. Напомним, менингит – это воспаление оболочек головного мозга, которое никогда не проходит бесследно и вызывает различные серьезные осложнения. Я с вами прощаюсь, а далее в выпуске смотрите прогноз погоды. Всего доброго, оставайтесь на нашем канале.